Виктория, ты в эфирном пространстве? Да, я в эфирном пространстве. Я наблюдаю уже это все. Что ты видишь, Виктория? Я вижу, как идет такое движение, как лифт вниз. Как будто. Такая энергия черная, как существо, здесь большое. И вижу эти дети, которые как будто бы кто-то конфетку лижет, кто-то еще что-то делает. И у каждого из них присутствует черная энергия, вот эти какие-то сущности. Алиса стоит среди них, как такой клубочек сияющий. И вот эта сущность, которая тут с правой стороны стоит. Он как-то был повернут лицом ко мне с такими глазами. И он так раз повернулся. И так пальцем тык. черным на Алису. Как-то под ноги ей. Так, под ноги. Где ноги? Где стулья? Так, сущность. Так, Виктория, давай отодвинь пока все эти ситуации. Да, отсоединяемся. Отсоединяйся. Но вот со стороны программы жертвы, вот здесь, как такая пробоина. И буквально там такая энергия с стороны магии, интерферентов, вот так вот прямо в голову, вот сюда. Где программа жертвы. А она вот так как бы прикрывается. И вижу вот здесь у нее, как имплант в сердечной чакре, черный такой клубок. Когда я смотрю на него, он такой как, как будто черви такие лазят друг за другом, вот так вот. Ага, хорошо, Виктория. Давай, считай, Эхернебенко. Алиса, она ли это? Это она, но мне идет почему-то, что Алина. Так, Алина. Так, но это она, да? Как будто нужно перезвать ее Алина. Не Алиса, а Алина. То есть идет имя Алина. Да. Оно С находится, вот буква С, она находится в руках у этого монстра возле правой ноги. Вот этого большого. Так, ладно, разберемся. Спроси у Алисы, можно с ней потрудиться, с ней и для нее? Да, можно. И вот эти программы, которые проникли в нее, эти энергии, они вот так черным пальцем показывают на этого, он считывается как клоун, на этого человека. А, это у него лизун во рту, это он вот, как будто бы лижет конфетку какую-то, и он по отношению к Алисе находится в секторе магии. Так, я этому лизуну приказываю проявиться в соответствии с эфирным ДНК. Появляется такой, как монстр, ноги так в растопырку, подключка к сексуальной чакре, руки вот так вот в растопырку, пальцы все вот так вот, все меридианы утягиваются вниз, голова вот так кружится. А где сердечная чакра, там такая пустота, вампир, считывается вампир. Так, приказывает вам вампир отвечать, что он делает в личном пространстве Алисы? Он говорит, вот так руки свои протянул к сектору жертвы и принятие решений говорит, что он ее подготавливает. Так, к чему он подготавливает, приказываем отвечать. И он берет вот этот лизун, который он вязал, и берет, я вижу, что у него их вот так вынимает изо рта и развешивает, появляется такая, как елка. Вот так, вот здесь, с правой стороны, какая-то странная елка, коричневый черенок и такой, знаешь, как старая ободранная. И только несколько веточек таких сухих. И снова говорит, подготавливаю к жертвоприношению. Виктория считает, суть, что это елка, как она считывается, вот эта ободранная елка? Смерть. А как считываются вот эти леденцы, которые он развешивает? Оно считывается как, ну, как жвачка, как клей, вот так как приклеить. От него это вот так потянулось, как такая клейкая резина, как клей. Так, ясно. Считывается как соединить. Да. Это как соединительные нити такие. Связать воедино. То есть связать его с ее пространством. Угу. Виктория, а считай информацию, к какому событию ее подготавливает этот клоун? Услышала такое, как странные такие звуки тревожные. Не бой барабанов, но что-то вот такое. И вижу такая девушка в черном, лежит. Угу. Так. Ну, жертвоприношение. Угу. Сейчас я увидела вот такой нож и вот так. Красный. Красный нож, как зуб. Вот вообще красный, как кровь. Так. Рука из сектора магии. С таким зубом. Но девушка, вот эта картинка, лежит как бы в секторе магии. А нож, вот так, где эта елка, с правой стороны, это, это как считывается жертвенная кнопка. И оно привязано к ее вот этой манипулятивной кнопке. Угу. Сердечной чакре. Ясно. А кто, кого собирается? Кто из-за женщины, которая лежит? Кто она такая? Это символ. Ага. Жертвоприношение. Желание. Желание вот этого монстра, который надо посмотреть, кто это. Так. Угу. Хорошо. Ага. Так. Сейчас еще. Ну ладно. Хорошо. Отсоединись от этой ситуации, Виктория. Да. Так. Теперь вот этот монстр, о котором ты говорил, я ему приказываю проявиться в соответствии с эфирным ДНК. Он считывается как жирун. У него такая морда. Он вот так выпал, выпал, как бы на меня выпад такой сделал, с такой пастью. И много-много зубов. Вот такие зубы. Я ему приказываю убраться вон. Он нарушил коны вселенной. Угу. Приказываю ему. Да. И карму за нападение. Я его закрыла в такой ледяной. Заморозил. Угу. Заморозил. Хорошо. Прямо под ногами. Угу. А где стержень энергетический. Вот. Так. Я приказываю ему проявляться. Хозяин. Хозяин. Приказываю самому главному хозяину. Этого журнала. Самому главному. Кто хозяин. Приказываю ему проявиться. Это приказ. Крутится против часовой стрелки. Вот этот. Считывается люцифиар. Угу. Он как-то вот так крутится. И крылья такие у него как искусственные. Так звучит. Чу-шу-шу-шу. Так. Понятно. Ну, короче, вот это все, как, скажем так, ментальные программы. Угу. Или эгрегоры. Которые. Подсоединены. Они сотворены. Угу. Взаимодействием человеческого, ну, человеческого сознания и с сознанием демонического. Угу. Вот. Так, понятно. Считай, есть ли у люциферы частички души Алиса? Я вижу, что вот такая картина идет, что она вот в этом пространстве вот так нагнулась, когда на нее это нападение пошло. И вот так рукой отодвигает. Говорит, запрещая. Угу. 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 Но вижу, что они считали ее эфирное ДНК. И со стороны магии интерферентов выходит, выплывает, как такая дымка, такой образ, как отражение ее эфирного ДНК в виде такой девушки лежащей. Но оно как зеркальце такое, как будто бы оно треснуло. Угу. Это отпечаток. Да, такие части. Это? Отпечаток, да. Я, ну, когда я посмотрела, что это за черные такие вот такие, где раскололись эти частицы, оно считывается страх. И она показывает вот сюда. У нее подключка ко второй чакре идет. Угу. А к этому колдуну от него идет такая, как дымка прозрачная, белая, как гипнотическая, к сектору принятия решения. Угу. Так, хорошо. Отсоединись, Виктория, от этой ситуации. Да. Давай посмотрим, куда вот эта дымка идет в сектор принятия решения. Давай посмотрим, что это за решение было. Ну, я там вижу не решение, а как зацепку. Так. И я вижу лицо Валерии и слышу ее голос. И она как бы так по-доброму поучает, как будто бы дочь и говорит, ты должна быть хорошей. Так. Что в этот момент происходит в эфирном плане? Посмотри. На физике я вижу, она собирается, собирает вещи. Но когда, ну, Алиса собирает чемодан, как будто бы, она вот так туда-сюда, вот так собирает. И я вижу, что она укладывает вот эти темные энергии. Она подсознательно знала, что там будет опасно. И пренебрегла вот этим предчувствием. Не хотела туда ехать. Ее подсознание знало, потому что наше подсознание знает все. Понятно. И какое-то предчувствие было, но я вижу, что идет вот такое сопротивление. То есть вот вижу лицо такое сияющее Валерии. И вот это слово идет, предостерегает. Так, хорошо. К этому моменту мы вернемся. Пока отсоединись от него. А, вот-вот-вот, любопытный момент. Так, давай. Смотри, матери всегда находятся со стороны мать. Потому что они как бы давят на детей. А вот это первый раз я увидела, что мать находится вот здесь. То есть там, где вот эта сигнальная кнопка находится, которая сигнализирует об опасности. И Валерия там как солнце вот так сияет. То есть, и это, да, вот это ключевой момент как раз и был. И я вижу, что это как раз и повлияло, что Алиса вот так защищается. То есть она не поддалась. Там неизвестно, что могло бы быть. Если бы она не защищалась, да? Да. Хорошо, Виктория, вот эту ситуацию взаиморозь. Давай посмотрим ту ситуацию, когда заставили Алису на латыни говорить. Там женщина этой была связана. Что происходило на физическом плане, что они там, что это было. Давай посмотрим. Ну, оно считывается как заклинание. Я вижу договор, договор она подписывает как бы с этим человеком. С этим клубом. Так. Я вижу, что она как будто нагнулась. И вот прямо в секторе магии что-то подписала. На ней наброшен в эфирном плане как будто капюшон красного цвета. Такой плащ вот здесь вот так завязан. С каким-то вот таким капюшон, а сверху вот это как куклу склана. Вот так вот вытянута эта штука. Этот капюшон. И она подписала контракт. Давай посмотрим на что. По-украински слышу. На дуличное увязнение. Уязнение. Ну, как бы вечное, ну, пленение. Уязвимость, да, или что-то. Нет, это как взять в плен. Ну, так идет, смысл есть. Вечное, это вообще, ну, навсегда, вечное увязнение. То есть пленение, да, взять в плен навсегда. Так, это она согласилась, да? Отречься от души. От гармонии души. Отречься от этого света, вот которым она светила. И который свет вот так через вот эту сердечную чакру вот так начинает вот так скукоживаться и уходит туда вниз. И я сейчас вижу, как вот этот открывается портал, через который вот этот свет, ее душа туда уходит. И к этому же руну, который хватает, как бы жрет ее. Угу. Так, и дальше получается к Люциферу. Я правильно понимаю? Энергия уходит. Сейчас я посмотрю, куда она дальше идет. Угу. Она как-то остановилась вот в этом эгрегоре. Нет, дальше не идет. Угу. Понятно. Хорошо, Виктория. Вернись к этому. Она просто, вот сейчас я вижу, она подсоединилась к этому эгрегору, а так как у нее был расторгнут контракт, не было контракта с Люциферой, то ее энергия как бы и осталась. Это как бы предварительный их шаг был для того, чтобы вот дальше, я слышу так, запечатать. Угу. Ясно. Хорошо, Виктория. Вернись к контракту, посмотри, какие еще есть пункты. Все ли мы обличили этот контракт? Так, я слышу довичное уязвение. И так переходит в сектор жертвоприношений. Там появляется крест, и она вот так смотрит под ноги. А там этот крест, это символ добровольного отречения от себя, и от будущего. И идет такая вот, как елка эта, она уже почернела вся, превратилась в такую, как палка с такими вот зубьями. Угу. Понятно. И там один лизун такой. Там ее страх. То есть это связало этот ее страх. Угу. Если бы она не, ей не стало страшно, то есть если бы она поборола страх, она могла выйти, что-то, потому что я вижу, она буквально хочет отсюда выйти из этой комнаты. Угу. И буквально я вижу, как она этот чемодан как будто бы разбрасывает эти. То есть не собирается, отменяет. Угу. Ну, то есть хочет она это сделать, не хочет туда. То есть это как подсознательный посыл, что не надо туда идти. Так, хорошо. Ну, это ее опыт, который она вот обрела. Хорошо, Виктория. Спроси у Алисы, видит ли она все, что с ней произошло. Передай ей информацию, что ты увидела. Да, она видит. И я слышу такие бряцания, таких, знаешь, как эти клетки металлические, как закрываются, открываются двери. Угу. И у нее где вторая чакра, именно вот там такие как будто запечатывания. Угу, понятно. Хорошо, спроси, спроси у Алисы, хочет ли она расторгнуть этот контракт, отказаться от этих всех соприкосновений с антимером. Угу. Хорошо. Пусть она в своем сознании зайдет в момент, когда она хочет отменить это и сделать так, как считает нужным, чтобы быть свободной. Пусть она это сделает и покажет тебе. Я вижу, она такая стала большая и снимает из головы такую черную корону, а они на нее, она считывается вот так, королева блуда. Угу. И эта корона вот так связана этим шариком, имплантом в сексуальной чакре. Им нужна вот эта творческая энергия. И она это вынимает, им отдает. Вот так смотрит, вытаскивает. Я ей передаю, чтобы она выталкивала все эти чужеродные энергии, отдавала карму. Угу. Пусть приказывает, чтобы этот жерун забрал своими руками все воздействия, последствия воздействий. И призываем на этого жерна силой кармы. Я вижу, как энергии вот так этих детей, они вот так как ногой приступают и кричат, вот так на нее надавливают. А она вот так сияет все. Угу. Выходит с этой ситуации, взлетает как ангел, расторгает этот контракт. Угу. И выходит у нее вот этот шарик, то есть вот эта манипуляция. Угу. И я говорю, чтобы она отдавала и приказывала этим всем, вот я его размораживаю, чтобы он забирал этот вампир. Угу. И все эти интерференты пусть забирают все энергии, чтобы она выталкивала все подключки и очищала все ее личное пространство. Вот она закручивается, уходит в портал все эти энергии. Она поднимается вверх, с этого пространства выходит, вот так открывает дверь, как по таким черным ступенькам, как из подвала. И оборачивается назад, а у нее вот этот плащ черный, который тянется. Сейчас я считаю, что это за плащ. Считаю, что это за плащ. Оно считывается символом жертвоприношения, быть готовым к унижению. Угу. Вот. И я ей передаю, чтобы она отдавала карму, призывала силы кармы. И в этот момент я вижу, как этот нож кровавый, он вышел с этой елки и вернулся к этому лизуну, к этому вампиру. Ну, к этому человеку. Угу. Пусть она или отдаёт хозяину, или полностью уничтожит, аннигиляция. Ну, они вторглись в ее личное пространство и по конам вселенной они должны забрать все их воздействия, все их... Приказы. ...клевету, потому что они должны были как бы предложить сначала, а не вторгаться вот так, то есть в программу вот эту... Угу. Да. Приказы. Этим всем интерферентам, этим молокам, чтобы они забирали все-все воздействия, энергии, импланты. Да, интересно как. Сейчас вот это снова вижу лицо Валерии, оно вот так отсюда, вот так раз, перешло, и как будто ее зовет, за руку берет в сектор будущего, в сектор первоисточника. Угу. И они так вдвоем открываются, такой фрактал, да, все по правилам, да, и они вот уходят. Хорошо. Пусть олезет, да. Я ей передаю, чтобы она закрывала все порталы, уничтожала. Да, очищает, очищает. И поднимается вверх. Да, сейчас я ей передала, и она вытирает со всех информационных полей все эти события. Я говорю, чтобы все подключки. И вот сердечная чакра вот еще осталась там. Червячки эти. А, но нет, их нет, уже ушли, но считывается энергия такая, ну такая, как черный дым, такой расплывчистый. И считывается эта дымка как забвение. Угу. То есть вытаскивает, приказывает. А, Люцифера, пусть приказывает. А, я смотрю, на что притянулась, что это такое. Я вижу детский, это детский блок. Она сидит, вот так как-то сидит. Как это детки бывает сидят, так неправильно, знаешь, коленками вот так, ножки сюда. И играет с игрушками, и как-то смотрит сзади себя. Так. Там кто-то стоит. Так. Кто там стоит, приказываем проявиться. Там вот эти как раз такие серые энергии, как в проеме стоит. Там то ли какая-то бабушка стоит, короче, какая-то женщина такая полненькая. Она что-то предлагает, то ли кушать, то ли что-то еще. А за ней стоит такое высокое существо. Вот эти энергии. Они так считываются забвением. Что такое забвение? А, чувство ненужности, покинутости. Я говорю, что... Я показываю ее маленькую, эту девочку, и говорю, что смотри, какая Алиса большая, красивая. Ага. И у нее такая добрая мама. И смотри, какой первоисточник, вселенная любит ее и оберегает ее. Пусть она уходит оттуда, а вот эти игрушки, вот это все пусть отвергает. Угу. Я вижу, как Валерия протягивает руки, вот из сектора будущего. Такие сияющие. И ее просто вот берет на руки. Отлично, хорошо. Так, я передаю Алисе, чтобы она уничтожала эти все блокировки. О, и эта энергия вот так в сердечной чакре как будто разбилась. И уходит. И освободилась. И вот импульсы такие пошли. Угу. Я ей как будто такой, знаешь, как ручеек мультышит. Я ей передаю, чтобы она освободила все частицы ее души со всех тех событий, пространств, где она чувствовала страх. Потому что она сильная, красивая, она гармоничная. И ее вселенная любит и оберегает. Угу. То есть она очистится полностью. И от страха. Интересно, такие как, вот как я тебе эту картинку показывала, что я рисовала. Вот такая как сеточка с такими, просто сеточка падает. А такие светящиеся энергии выходят. Я ей говорю, чтобы она вернула в себе целостность, гармонию всех ее энергетических центров, энергий. Чтобы она возобновила свое. Там еще какой-то идет... Какой-то блок, что ли, преданность, слышу. Ну, преданность это хорошо, но оно считывается как преданность, предать. И ей тянется вот такой шлейф твердый в сектор интерферента. Что там, с сектор интерферентом? Я ему приказываю проявиться. Появляется такой, какой-то стеклянный плоский спрут, как будто бы зажатый между пространствами. И такая петля через правую сторону. Странно считывается отдать себя на утилизацию. Это как будто, знаешь, какое-то параллельное пространство. Это программа. И я вижу, как Алиса берет... То есть, она берет такие металлические длинные палки такие. И там огонь такой, как в доме на печи. И она этими палками берет какую-то энергию такую. Так, что это за энергия? Там какой-то контракт. Оно прямо как распеченное железо. Такой красно-оранжевый-желтый цвет. Как распеченный металл. Так, что это за контракт? Пусть Алиса покажет это событие, когда она заключила этот контракт. Что происходило на физическом плане? Пусть она покажет. Я вижу, что это какой-то средневековый замок. Она идет в черный капюшон. Вот так завязана на шее. И вот так несет такую розу металлическую. Сделанную из металла. Вот куда-то вот так идет, несет это. Так. Давай посмотрим ключевое событие, когда заключила на контракт. Вижу, что акцент идет на этом черном плаще. И ее вот так затягивает в портал, в сектор матрии. Сейчас я посмотрю, спрошу, что она делает. Ага. Попроси, Алиса. Что происходит? Я вижу, что она как будто вырывается, как будто ее энергии какие-то держит. Я ей передаю... А, считывается успокоительное. Я ей говорю, показываю на Алису в этом воплощении, говорю, что все хорошо, что ей бояться нечего, чтобы она успокоилась. Чтобы она... Потому что Алиса решила расторгнуть все контракты во всех воплощениях. И она вот так показывает на это существо в секторе интерферентов. И появляется вот этот с зубами, с такими длинными, как иглы, которые на меня там... Ага. Вот она как. Так. Ага. Так. Я вижу, она делает ритуал. Она ложится. Она ложится, и руки, и ноги, вот так, в такую звезду. Звезда такая нарисованная черным. А вокруг, со стороны магии стоит лизун. Это тот же человек. Ммм. Наполеет. Он в таком тоже капюшоне черном. У него в руке такая палка длинная. На этой палке такой черный кружок, как кольцо. И он этим кружком вот так дотронулся. Ну, как будто так она там лежит. Угу. А какие-то свечи или огни какие-то горят вокруг. Как огни такие. Так. Какой-то белый огонь вокруг. А он вот так дотронулся. Вот так как кольцо обрисовать, где руки и ноги, да? Угу. То как раз посредине, вот так, где это круг. Если провести вот эту прямую по оси человека, да? То вот там, где пересечение оси и этого круга. Вот там есть такая точка, и он к этой точке вот так этим своим штырем дотронулся. Угу. Так, это под ногами получается. Ну, да, под ногами. Понял. Получился какой-то символ. Он вот так, она вот так лежит, а символ вот так как встал, знаешь? Вот так вертикально. И там, где ее лицо, там вот эта энергия с этими зубами. И считывается, что этот человек принес ее в жертву. Угу. Угу. Так. И что в конце ритуала происходит? Я вижу как-то вот так, что с сердечной чакры выходит душа. И она вот так в этом символе как бы зацикливается, вот, где программа жертвы, принятие решений. И ее душа хочет вырваться и вот как будто зубами своими хочет разорвать это пространство, в котором она очутилась. Я вижу, она связана у нее на руках и на ногах, такие веревки. Угу. В общем. А он вообще сумасшедший, я даже не хочу говорить, что он тут вытворяет. И не надо. Хочу девочку ругать. Слышала эти варианты. Угу. Не будем об этом говорить. Давай посмотрим на контракт соглашения, на что она согласилась. Так, момент контракта. То есть она покажет момент контракта. Я вижу момент контракта, это когда она вот идет в этом капюшоне. Угу. И она как бы переступила через какое-то там пространство такое. Угу. Как бы межпространственное натяжение такое. И сразу ступеньки вниз, сектор мады. То есть это принятие решения, подчиниться воле этого колдуна. Угу. Так. Контракт. Вторая сторона контракта. Кто вторая сторона контракта и приказываем ему проявиться? Вот эти зубы я вижу. Это сущность с этими зубами и глаза такие, с такими полосками. Угу. Так, что это за сущность? Я приказываю проявиться в соответствии с эфирным ДНК. Истинный его облик эфирной ДНК ему приказываю проявиться. Он говорит, считывается демон власти над человеческими душами. Угу. Поглотитель душ. Буквально завязыватель душ. Который завязывает, который ловит душ. Угу. Ловец душ. Ловец, да. Ты прямо выхватил это с... Ловец. Я прямо вот это... Который делает эти паутинки. Прямо видел почти. Хорошо, Виктория. Так, считай информацию. Это с кем он контракт? Алиса заключила. Это вторая сторона или есть еще главный? Ну, смотри, есть... Ну, прикажи, чтобы все проявились. Ага. Я приказываю всем интерферентам, которые находятся в личном пространстве Алисы, я им всем приказываю проявиться, стать по старшинству. Проявляется спрут. Вот его такая голова, как стеклянная, и такие лапы, как змеи. В секторе интерферента. Этот спрут как бы вырастает из головы. Ну, вероятно, это эгрегор, программы или духи, как мы говорим. Так. Вот, это эфирные монстры. Вот этот с зубами, этот ловец. А лизун, это этот как подлиза, который подлизывается к... этот колдуны, да, к этим... Подготавливаются. Они как коллаборанты, да, то есть и нашим, и вашим. То есть они находятся в человеческом теле, они находятся как представители рода человеческого, но служат интересам этих демонических структур. Предатели. Предатели, да. И там рассчитывается люциферианское царство. Там открылся какой-то портал, и там такой как город, такие здания, как будто все стеклянное. Считывается люциферианское царство. Ну, сейчас... Понятно, виртуальное. Стеклянное, филизованное. Иллюзии. Это, знаешь, как центральные процессы. Так, ну и понятно. Так, я от этого соединяюсь. Отсоединись к этих всех интерферентам. И я вот смотрю на ту ситуацию, и она с... Такие чувства у нее попробовать. Так. То есть в ней была какая-то доля доверия к этому колдуну, к этому предателю. И я вижу, идет такой стержень черный вот сюда куда-то. Так, черный стержень. Там такая как дверь. Это тот момент, где она подписала контракт. И черная дверь, она ее открывает и заходит в пространство гипноза. Угу. Как в туман. Это тот момент, когда она идет с этой розой, переступила. Да, и она ложится в этом. То есть она была подвержена гипнозу. Ага. И под гипнозом они проводят этот ритуал над ней. Да, да. Угу. Хорошо, Виктория. Давай вернитесь в тот момент, когда она подписывает контракт перед этой дверью. Посмотри, на что она соглашается. Я вижу, она подписала такой черный-черный лист. И вот так его вот с правой стороны вывесило. Как такая считывается хорунгла. Такой как флаг религиозный. Это какой-то, какая-то то ли секта. Нет, это рыцарский вот флаг. Орден. Там такой белый орден, да. Там такой этот крест. Какого он видит, Виктория? Это всё повторилось в этой жизни. А, ну да. Я её спрашиваю, на что она согласилась. Снова слышу попробовать. Силу власти. Так, чью власть? И силу власти этого захватчика человеческих душ. И так раз, и посмотрела на сектор миссии, на сектор будущего. Так. И она говорит, что она пришла в ниоткуда. Как это так? Короче, она пришла в ниоткуда. О, в ниоткуда. А что это за пространство, ниоткуда? Виктория, считай информацию. Не погружайся, а просто считай информацию. Что это за пространство? А она показывает, я вижу, что ниоткуда это пространство считывается великого хаоса. И она там смотрит, как в таком шарике. Туда-сюда. И она не видит выхода. Она не помнит, откуда она пришла. Это пространство гипноза. Считывается великий хаос. Это как коморка такая. Слышу по-украински коммерчина. Такая коморка, такое как пространство. Иллюзии. Считывается отречение от блока питания первотворца. То есть вот это пространство, оно... То есть у нее еще там какой-то еще глобальный контракт есть. Помимо этого. Хорошо. К тому подобальным контрактам. А потом, в следующий раз, вернемся. Давай тогда вернемся к этому контракту, когда она перешла этот порог. Спросила Алисы, видит ли она свое решение перешагнуть. Да, она видит, она осознает. Вот я вижу, она вот идет в этом черном плаще с этой розой. И вдруг она начинает это брезговать. То есть она эти вибрации почувствовала. И она их бросает. Я вижу, она отказывается от этого ритуала. И это одежда черная с этим цветком. С нее спадает. И она вот без одежды, как светящаяся такая, поднимается вверх. И когда она поднялась вверх, у нее появилась одежда. Такое красивое платье. Вот как Татьянка, вот так под грудью. Такое длинное. Оно просто вот так раз и не спалось. Знаешь, красивое. Интересно, что это за символ. А, одежда праведности. То есть она скинула эту магическую черную одежду. Я ей передаю, чтобы она расторгла контракт. То есть она зайдет в тот момент, если хочет и откажется идти с этой розой, в эту западню. Отказывается ей полностью расторгает. Так, а что она делает? Так, да. Она отламывает зубы у этого существа. То есть вот этот эгрегор... А я еще думаю, что у нее такие светящиеся зубы. А она их отламывает и вот складывает их, как бивни мамонта. И там пошла такая, как будто вода бурлит вот так. Считывается, что помыла. Очищает. Очищает, это все очистил. Да, это ее сила власти. И в секторе миссии такая радость. Там вообще... А она вот эти зубы вот так вот в секторе программ... Это были навязанные программы, что и... О, да, ну надо же. То есть наши уничтожают, наши же энергии, если мы их отдали, отдали этим интерферентам. Она это все помыла, вернула себе. И они превратились в такие красивые зубы. А были такие длинные. А превратились в такие, знаешь, как чесночок. Такое красивое, белые зубки. И вижу ее в секторе миссии. В этом платье таком красивом. И у нее в руке такой меч стоит. Ну, вот так держит меч. А от этого меча, на вершине меча, такой, как штора. Так. Красная. И она эту красную штору вот так берет этим мечом просто в рот этому колдуну. И эта штора, знаешь, пух и упала. Вот как в Большом театре. Пух, штора падает. Занавес. Занавес, да, этот. И она поднимается, как ангел вверх. О, а там ее в секторе будущего кто-то обнимает. Кто там? Кто-то обнимает. И это парень. Мужчина молодой. Я вижу, что он берет, а у нее какое-то кольцо. И он ее берет вот так, как снимает это кольцо. И она вот ногами с него выступает. Переступает через это кольцо. Она как в бочке внутри была. А этот мужчина берет и вот это кольцо вот так, знаешь, бросил. А это ее родственная душа. И он вот это так бросил. И они так полетели вверх. Я это все чищу. Ну и снова она появилась у меня вот здесь. Ее эфирное пространство. И она вся сияет. Только там есть в ее энергосфере как оболочка такая. Между... Прослойка? Вот последними телами такая прослойка серая. И тянется в сектор магии. И я вижу, она в школе сидит за партой. И какая-то подруга. Так. Какая-то девочка, которая как будто с соседнего ряда. Чуть-чуть так вот сзади. А от нее идет как слово Марина, я слышу. Так. И что произошло в момент, когда эта прослойка появилась у Алиса? Что Марина сделала? Я вижу, что эта девочка сговаривается. я не вижу, с кем она сидит. Алиса с кем-то сидит. А она как бы договаривается, как будто бы записку бросила или что-то такое. то есть или энергетически вот так. А у Алисы образуется такая энергия серая. Она считывается как зависть. Алиса с кем-то сидит. Ясно. Видит Алиса эту ситуацию? Да, она видит. Алиса с кем-то сидит. Алиса с кем-то сидит. Да, я вижу, что в этот момент у Алисы вот так сзади как будто бы два глаза, которые вот так смотрят. То есть это ее подсознание. Вот. И сейчас что-то важное упустила. Посмотри, Виктория. Я успела рассказать, она куда-то убежит. Вернись, Виктория, к этому важному. А, слышу. Приняла на себя. Ну, как добрые люди все принимают как на свой счет. То есть они между собой что-то там договаривались, а Алиса приняла, ну, это внутренняя программа, приняла на свой счет. И я ей говорю, ну, она вот так берет вот эту энергию серую с этими глазами, вот так и откручивает. Я ей говорю, чтобы она полностью отказалась от воздействия, допустим, да. низковибрационных энергий. Откажется. Она наполнялась собственными энергиями любви, гармонии, счастья, самодостоинства. Пусть она откажется брать на себя чужеродное. и отдаёт. Вот, она вышла. Да, вышла с этой ситуацией. Эта конструкция осталась. Я ей говорю, что она может сжечь эту ситуацию, стереть со всех информационных полей и убрать все привязки, подключки ко всем негативным источникам, к энергиям, эгрегорам и полностью освобождать её сознание и физическое тело на всех уровнях и во всех пространствах от всего чужеродного. и наполняться энергией любви, гармонии, света. Ух ты, аж крыльями, знаешь, как крылья. Да, порхал. Такой звук крыльев, как летят крылья. Поднялась вверх в платье. Красивая. Да, такое рисовать бы. Хорошо, Виктория. Да. Отсоединись от этой ситуации. Да. Так, меня ещё один вопрос последний волнует. Ты говорила, что в слове, то есть в имени Алиса что-то неправильное в букве С. Вот смотри. Осталось ли ещё какие-то воздействия или что-то? В этот момент я вижу, она вот так. Я вижу, что у неё волосы такие очень чёрные, длинная коса, которая связывает её с энергиями антимира. И в этот момент я вижу, она вот так вот так как-то отбросила и у неё из волос как будто такая шапочка длинная там, а это на резиночке, то есть это имплант, а волосы это как антенна. и она снимает вот этот имплант. То есть снимает, освобождает свои волосы, очищает. А, вот это смотри, Алиса какое-то имя тоже странное. Вот Алиса в стране чудес, например. Почему именно Алиса? Да, почему именно Алиса? Почему её назвали Алиса? Алина? Алина? Почему? Я вижу, что в секторе магии какой-то квадратик чёрный, к которому привязана эта вуаль, это как накидка, как такая вот эта вуаль, как будто бы волосы вот в такой мешок одевают. И оно тоже привязано к эгрегору в секторе интерферента и к этому квадратику в секторе магии. Считывается это подключка к смыслу. Хорошо. И смысл вот этого имени это идти по ступенькам вниз. Виктория, пусть Алиса покажет момент на физике, когда вот эта сетка на волосах у неё появилась впервые. Что произошло на физике? Пусть она покажет это событие. я вижу маленький ребёнок, ну, новорожденный такой, и ножками так тык-тык, вот так дрыгаются. Ну, как детки делают. так, а кто сетку накинул, я ему приказываю проявиться. Появляется эгрегор, как какая-то лягушка, вот такое, что-то такое, с таким ртом большим, и такие зубы квадратные. считывается закон безбрежья. То есть, это как по-нашему можно сказать программа жертвы, эгрегор, жертвоприношение детей, оно вот так прямо и звучит, неграмотными родителями. То есть, в то время как бы мама была подключена к этому эгрегору, и, естественно, так у всех и происходит, то есть, передача этих родовых программ по наследству. Ясно. Значит, так, давай позовем Валерию, ее маму. В этой ситуации мама находится по отношению к Алисе в секторе магии. А в секторе интерферентов вот идет вот эта латинская буква N. Она такая светящаяся. Угу. Так. А S, ого, считывается как символ сатаны, как будто это семья такая согнутая. хорошо. Так, спроси, Валерия, давай, к Валерии обратись, Виктория. Валерия. А почему к Валерии? Она виноват, ее материнские блоки перешли. Ну, да, но Алиса может отказаться принимать родовые программы. Так, Давай обратимся к Алисе и скажи, что она может отказаться от этих воздействий эгрегора. Пусть она передаст матери эту информацию и откажется принимать эти воздействия. Она вот так говорит, мама, ты предала меня. Так, пусть передаст маме, если хочешь, чтобы просила мать отказаться от ее предательства и пусть она оторгает ее предательства и скажет матери, чтобы она отказывалась от ее решения предавать ее. Передадим информацию Валерии. Я передаю и говорю с я вижу, что вот эта буква С она вот так как будто искрится, как будто она металлическая, сияет вся, и я вижу, она выпрямляется, вот так выпрямляется, и падает в сектор интерферентов, и я вижу, как эта буква черная С берет и вот эту дверь в сектор будущего открывает, она отрывается вообще вот эта дверь, и она выходит и становится вот все сияющим. Я так думаю, что эта девочка, как раз ее имя было, сейчас давай проверим, да, в том воплощении, это ее так и звали Алиса. Я так предполагаю, что на основе ее этого приключения в этом всем с этими наркотическими веществами, это все было связано и эти все ее похождения, это все и описано в этой книге Алиса в стране чудес. Нифига себе. Да. Так, ну ладно. То есть это попытка это распространить, потому что то, что мы одобряем, мы же это воспринимаем как сказка, как вот, и это одобряем, то есть когда мы одобряем, то мы тем самым даем возможность этим демоническим программам, структурам, этим эфирным монстрам распространяться. А когда мы их обличаем, тогда они теряют свою силу и мы забираем свою энергию себе. Хорошо, Виктория. А, она кричит, она, я вижу снова, ее, наверное, она была Алина, ее назвали Алиса, то есть как бы посвящение было, вот оно, вот этот образ, снова помнишь, я говорила, что она вырывается, снова я вижу то же самое, она вырывается и говорит, я Алина. Хорошо. И выпадает буквально с этого шарика ниоткуда, она вырвалась и как будто бы проснулась с этого сна и я вижу, она вот так берет и такой поясок вот этот из этого платья, который как раз по солнечному сплетению и это как змея такая и она ее выбрасывает. ее там кто-то постоянно помогает в секторе божественном секторе, но я всегда вижу, что когда люди освобождаются, то вся вселенная вот божественные души они ждут и смотрят кто какой выбор сделает и как только человек делает выбор освободиться от демонических энергий они сразу все помогают. Да, это и для них радостное событие, что дети Творца. Да, и вот мне пришло, как в Библии написано, что радость великая бывает у ангелов небесных, когда очищается кто-то здесь на земле, освобождается. Прям радость такая, знаешь, на душе у них вообще балдеет. замечательно. Хорошо, Виктория, посмотри на Алину ушла ли эта Валь с ее волос. Да, да, сейчас у нее ну как должны волосы быть в эфирном пространстве, такие же сияющие, как и она сама. я ей передаю, чтобы она поднималась в самые высокие пространства и отсекала все подключки, привязки, все импланты, чипы, все, что связывает ее с антимером, убирала прочь ее пространство и вот вот эта сердечная чакра засияла, все хорошо. Так, эта штука такая, как холодец серая, вот эта оболочка ушла, уходит, она буквально в фулл, да, она все. Виктория. В портал на утилизацию закрываем порталы, отсоединяемся от всех, поднимаемся все вместе вверх, я тоже поднимаюсь. Вот, видишь, мы пришли сюда все и она говорит, я отсюда, то есть с высших пространств. Ясно, ну хорошо, пусть остается там. Хорошо, Виктория, отсоединяйся от всех ситуаций, прощаемся с Алисой, проверь свои личные пространства, Виктория. Да, все хорошо. Наполняем все энергии жизни, любви и гармонии.